Снова всем welcome! Это снова я, DanGP, нахожусь рядом с магазином Хардов. Магазин самый известный здесь в Качиоджи. Очень крупный магазин по продаже игр разных аксессуаров, а также ретро игр. Пойдем посмотрим, что внутри. Встречают колонки. Да, магазин продает не только игры, но и разную технику. Там мониторы, компьютеры, диски, CD, DVD. Как видите, вот здесь уже начиная со входа есть тестовые экземпляры игр. Можете поиграть в Хомяком, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Saturn, Dreamcast. Ну, в общем, все рабочие, все отлично. Ну что, начнем, наверное, с самых ретро вещей. Это новые Game & Watch. Я считаю, они еще не открыты. Donkey Kong здесь, парашюты и Mario. Ну, цены, конечно, просто космос. Я вообще от таких цен просто в шоке. Вы прикиньте, за Mario на Game & Watch заплатить полмиллиона иен. Я, конечно, понимаю, может быть, кто-то любители там ретро-игр будет покупать, но сомневаюсь, что за такую сумму. Посмотрите, вот здесь, ну, как бы, есть некоторые свечи. Это уже старые модели, я думаю, не OLED, а обычные. Но есть и OLED-версия. Также на плойке, это пятая, за 58 тысяч. И что тут еще есть? Уяры и к ним джойстики. Цены сами видите. Я тут рассказывать ничего не буду. Да, это печально известная Vita, которая уже нафиг никому не нужна. Хотя некоторые покупают для взлома, покупают ее спокойно, устанавливают туда прошивку кастомную и играют во все игры. У меня вот 3000, типа такой вот зеленая была. Ну, и сейчас она есть. И недавно тоже смог достать Vita за где-то за 5000 там достал ее. Такого плана, японскую. Слим. Что тут есть еще? Есть мини-ниндендо. Сукри-ниндендо, точнее, и зарядники. Кстати, очень удобный магазин, потому что даже и карты памяти на Авито продают и недорого. Также зарядник можно взять. Тоже недорого. Так, что касается здесь дальше, это у нас идут эти DS-ки. DS-ки, геймбои и 3DS-ки. Цены сами видите. За обычную DS-ку где-то цена вот 5000 примерно, в среднем. За 3DS-ку где-то 10-13. В зависимости от состояния, там можно найти хорошим или плохим. Есть также кастомные варианты, вот типа вот такой вот. 29 тысяч. Ну и геймбои Color. Это известный тоже геймбои, очень популярный. Стандартный, кстати, самый первый геймбой большой. 8000 стоит. Цены, я скажу вам, здесь завышены. Это 100%. Ну, здесь большой выбор, но цены завышены. Где-то на процентов 10, может быть, не знаю. На 15 иногда даже больше. Дальше, что здесь еще есть? Здесь ретро уже консоли. Дот, это Sega Mark III. Я таких вообще не встречал. Это вообще раритетная вещь. Neo Geo тоже очень раритетная вещь. NSC. NSC вот к ней, да? Duo. И что еще? Hitachi MMP 1.2. У нас, в основном, Panasonic 3D. Вот здесь их нет. Это одного прямо по крайней мере. И вот, кстати, здесь идет тоже какой-то девайс, эпох. Я не знаю, это для каких систем. Возможно, вы знаете, подскажите в комментариях. Вот, кстати, вот Bandai тоже. Giant Form System Data Check. Ну, и игры на GameCube PS3. Игр, кстати, здесь очень много. Вот, начиная от DSC. Вот они, смотрите. Тут за разные цены. Ну, вот цена здесь, да? Написано, да? Все, что в этой карабке по этой цене. Ну, единственное, по одному, конечно, это же не все в месте. Ну, и также вот они в коробочках здесь есть упакованные все. Свечевские игры. Ну, немного за... Завышенная цена. Вот на примере этой игры покажу. Это новые эти покемоны, которые в 22-м году вышли. У них две версии. Это Скарлетт и Биолетт. И они стоят 7700 йен в book office. Здесь они стоят 8800 йен. Вот вам и разница. Но выбор, кстати, на Switch здесь очень скудный. Почти его нет, нужно сказать. Не, ну, есть вариант здесь посмотреть еще. Но тут тоже они без коробок и в очень маленьком количестве. Вот цены сами видите. К примеру, я вам даже могу так сказать. Я вот смотрел игры на PS Vita. Там такие простенькие. Вот на примере этот Uncharted, да. Здесь он стоит 1650. В book office в коробке стоит он, чтобы не сравнивать, 480 йен. Дальше, что есть еще? GotEater. Здесь он стоит 2200. А в коробочке book office он вообще стоит там чуть ли не за 270, а то и 300 йен. В общем, за высшенные цены, да, это стопудово. Ну, вот Vario, да, прикольная игрушка на компании. Вот если у вас будет возможность, можете погамыть. Да, это интересно. Мы с семьей тоже иногда в нее играем, развлекаемся. Вот, кстати, этот Animal Crossing, да, ну, со скидкой здесь идет. 3850, кстати. Ну, вот в book office он стоит 4 еще. Здесь есть некоторые там подешевше. Ну, ладно, пойдем посмотрим здесь PS4. Ну, будто я не буду вам показывать, это просто целый склад. Вот, смотрите, сколько стеллажей, это все с играми. Да. Ну, в зависимости от игры, цены, конечно, отличаются. Есть и за 300 йен, игры есть и за 2000, и за 4000 игры. Да. Ну, PS4, да, она самая такая популярная. Вот PS3, как бы, 13-я финалка за 300 йен, да, 14-я финалка за 500 йен. Ну, сами видите, да, цены небольшие. То есть можно найти себе даже вот премиумные такие пакеты. Это на, насколько я помню, на PlayStation 1, да? Да, PlayStation 1. Final Fantasy 2. Блин, я даже не знаю, блин. По-моему, я во второй даже не играл. Ну, вот прям им пакетом запечатаны. Есть еще вот такие коробки, вот. Кстати, очень много людей, кто приходит сюда именно за коллекционками. Ну, или вот, например, в упаковках, вот как вот здесь, вот видите. На PSP, на PSP есть прям коллекционки. На Vita тоже также есть, вот, Vita. Сколько стоит, говорит, тут они, здесь они? Вот, смотрите, видите, и цену. А там без коробки он стоил две, что ли, тысячи, да? Ну, то есть я не понимаю, как-то ценообразование вообще странное. Походу, они не разбираются в ценах, что сколько стоит. Ну, это на Famicom. Это если у вас есть желание, можете сюда зайти, закупиться ретро-играми. Я не знаю, правда, по названиям по-японским, что есть что. Это надо реально в этой теме шарить, чтобы здесь все рассмотреть, купить, что-то себе найти. Потому что у нас они выходили под другими названиями эти игры. Здесь они выходили под своими названиями. Вот, так что, если у вас есть желание, можете здесь посмотреть. И они в коробочках, кстати, очень ценятся. Здесь это большая редкость найти игры в коробочках. Вот игра, 9000 налог. Прикиньте. Только я не вижу это кто там, что за игра вообще, как она называется-то. Рупан. Рупан. Рупан какой-то. Ну, ребята, кто знает, напишите в комментах, может быть, любители ретро-игр подскажут. Почему она так дорого стоит. Ну, вот самиком всякие вот супер-метроиды. Да. И также есть в обычных пакетиках эти игры распакованы. Ну, уже как бы их упаковали в отдельные пакеты. Ну, можно купить такие, да. Если у вас есть желание, чтобы не переплачивать за коробку, например, если вы не коллекционер, а просто для себя там. Хотя я сомневаюсь, что сейчас кто-либо играет во Famicom или Super Famicom. Если, например, на мобиле можно даже установить или где-нибудь какой-нибудь эмулятор и спокойно поиграть. Но физические носители это уже как бы только для коллекционеров скорее остались. Уже не используется никем. Да. Ну, их много здесь. Реально их дофига. Видите? То есть прям по цветам тут даже разделили. Там белый, тут зеленый, там красный. Канами, всякие футболы, бейсболы. Ну, да, это уже видео или DVD, муви. Черная пантера от Marvel. Все только нет вообще. Да, на состоянии так сильно. Состояние этих игрушек это не очень хорошее, я вам так скажу. Но Sega Saturn вот этих вообще сейчас дисков не найдешь. Видите? Vampire Survival. Но таких уже игр сейчас, ну, трудно найти. Но может быть на eBay где-нибудь люди продаются. Вот триггер какой-то. Dreamcast это. Маус. Да. Ну, прикольно так. Можно посмотреть, если на что посмотреть. Ладно, пошли дальше. Вот, я как вам говорил, вот он Год Итан. 2,200 стоит. Не знаю, зачем. Зачем они такие разные цены сделали. Это... Ну, пацаны, в какой раз это пытаются мара пройти, не знаю. Что еще здесь есть? На PS Vita Persona 4. Ну, my over price просто 7700. Да, здесь она новая, вообще не имеет значения. Ну, просто очень дорого. Тут у них телефоны, айфоны всякие. Это уже пошла техника. Потом айпады, макбуки. Это уже те, кто... Это вот компьютеры обычные, это тоже продаются. И музыкальные центры, колоночки всякие. Это уже для тех, кто любитель музыки. Даже усилители есть старые, ламповые. Можно прям спокойно установить себе домой. Вот с такими колонками домой поставить. Если у вас есть место, конечно, в Японии с этим проблема. Но Yamaha, да, смотрите, в достаточно хорошем состоянии. Никаких этих повреждений особо сильных нет. Динамики в порядке. В общем, в Японии как бы к технике хорошо относятся. Поэтому даже очень старая техника бывает в очень хорошем состоянии. Типа такой вот, к примеру. Я таких вообще колонок Altec не видел, но... Да, Altec Lansing 604 8G. Тут разные бары. Это на телетумбе. Ну, силки, конечно. И уже для домашних кинотеатров большие колонки. Ну, а также проекторы. Куда же без них. Большой выбор проекторов, телеков и, опять же, усилков. А здесь уже идет старая техника. Типа DVD проигрыватели. VHS. Такие вот. Victor. Ну, то есть... Да. Такую технику уже, по-моему, никто не использует. Ну, все-таки здесь ее много. И любители ретро-техники, думаю, оценят. Ну, и пришли мы в отдел Junk. Это обычно техника уже немного потрепанная. И которая, возможно, не все функции выполняет, которые от нее требуется. И поэтому ее поместили в отдел Junk. Это как определить? Вот оно здесь прямо написано на английском Junk. Зелененькие такие. И обычно вот такой синий, синий такой указатель висит там с Junk написано. То есть, покупая здесь любую технику или вещи, это вы на свой страх и риск. Потому что она может не работать. Ее надо обязательно проверять перед покупкой. И поэтому я вам рекомендую всегда проверять, если вы что-то берете в боков или хардов в Junk. Да, здесь есть разные и косвы аппараты даже. Тюб-принтеры вот. Потом у них вот есть такие ящички. Кстати, некоторые находят в них очень много полезных вещей. Ну, например, вот эти, типа, кабели там AV-шные или пульты разные от разных устройств. Тут еще только нет. О том, что еще. Ну, адаптер питания на всякие устройства. Вот тут вот полно такого добра. Мышки. Ну, конечно, тут не игровые, а обычные мышки. Фелики. Потом... Ну, вот здесь уже идет Razer, да, игровые хедсеты. И к ним там разные еще приборы, типа, плееры также есть. Тут очень старые кассетники. Что еще здесь? Ну, видюхи или материнские платы продаются также. Таблет. И также в Janty есть и игровые приставки. Да, вот эту вещь, конечно, здесь надо реально проверять очень хорошо, потому что можно взять что-то очень нерабочное. При этом цена здесь, как бы, чуть ли не как за нормальную. На возможность чуть отличаться. Ну, вот видите, да? Диеско полторы тысячи йен. Вот Диеско. Диеско пять тысяч йен. Ну, где-то на две тысячи, на три тысячи дешевле, чем там. Мы смотрели. Ну, если здесь, вот, вы видите, пееспишки, да, то виты вообще здесь нет. Ну, то есть, люди здесь ее сразу убирают, и все, и виты здесь нет. Но есть, зато сразу в коробках прям продаются Диески. Диес в коробке за три тысячи, за две тысячи. Ну, в принципе, нормальная цена, я бы посмотрел бы, что такое. Естественно, только в качестве коллекционного экземпляра. Так же здесь есть и старые консоли. Это PS2, 3, это SEGA, оригинальная, кстати, 16 бит. Вот она как выглядит. Японская SEGA, если кто не видел. 400 стоит. И еще одна, но уже с джойстиками. И вот джойстики, кстати, тоже. Вот это оригинальные джойстики SEGA, видите, как выглядят. Три кнопки, они загнутые. И, ну, то есть, отличаются даже по форме от наших, которые мы играли в оси. Ну, и Slim. Здесь также плойка третья. Вкладка. Все. Ну, так же для любителей аркадных игр можете приобрести себе здесь и контроллеры. Даже в коробках есть, кстати, EVR. Винил. Ну, винил, я не знаю, кому сейчас интересен. Как бы, если у кого... А, это лазер диски, да. Но есть еще и винил. Вот написано LD, типа лазер диски. За 100 йен продаются. Можно найти тоже хорошее. Поэтому, такой вот, такой вот магаз с кучей всего. Я думаю, сюда надо приходить на целый день, а то и два. А то он может вообще больше еще времени затрачивать на это. Потому что все вещи посмотреть здесь это очень сложно. Даже вот такие вот, типа, кассетки есть. Ну, вот и все, что я вам хотел сегодня показать, рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. о Японии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале. Новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся.